Каждый художник в учебном заведении получает знания те, которые педагоги... Академические знания, скажем? Да, вот надо было в художественном училище в Ташкенте. Ну, то есть неплохая живопись, неплохой рисунок, композиция. Ну, вот в таком духе я и продолжал писать. Потому что пока еще молодой, я не осознавал, как этот художник может быть узнаваемый, как многие мэтры, да, скажем. А потом, когда более мудрым, то есть появилась вот такая идея, думаю, а как сделать так, чтобы я был вот таким индивидуальным художником? Свой почерк, все это самое. Ну, вот. И это был долгий процесс. Долгий. Ну, года два, наверное. Я не писал вообще. Просто думал, а это бесполезно. Потому что это труд, он всегда что-то выдает. Неожиданные какие-то элементы. И вот эти элементы, они как раз... Вот на фотографии как раз есть вышивка. Это уникальная вышивка. Она в цвете очень красивая. Это где геометрический арномер? Да, вот где мой этот самый... Фон, да. Вот это и есть вышивка. Это моя теща вышивала. Это ее подарок. И вот, по большому счету, причина к всему этому была вот эта вышивка. Я ее скопировал. Просто один в один я ее скопировал. Он был 90 на 90. И, в конце концов, думаю, ну, хорошо, я ее скопирую. А что дальше? Ну, вот вышивка, оригинал, да, из ткани сотканной. А здесь я в красках сделал. Ну, и что? Ну, кого я хочу удивить, это непонятно. И вот пришла мысль, это 86-й год был. Пришла мысль, думаю, я кое-что уберу. Ставлю там какие-то фигурки. Ну, то есть, остались вот эти лоскутки. Ну, база, да, какая-то условная? А вот что-то другое, вот эти лоскутки стали летать по воздуху. То есть, я сам себя удивил, понимаете? И здесь я туда внедрил женщину, ну, как, беременную. Там рядом с осликом, там еще что-то такое. И назвал эту картину «Мать художника». То есть, как бы, такая мысль о рождении художника. И эта картина у меня была куплена в Министерстве культуры СССР тогда еще, с Москвы. Ну, большая была, метр на метр работа. И вот это вот первое мое, как бы, мое лицо в этой работе как раз и... И вот с этого пошло. Если я до этого, ну, скажем, знаете, вот мне нравится какой-то художник, да? И я пишу картину, и почему-то подсознательно вот здесь этот художник сидит. Я как бы не хотел, оно выливается в этот холст. Вот этот художник начинает появляться на холсте. Понимаете? Да. Хотя, вроде, это я, абсолютно моя композиция, но стиль этого художника. И были замечания на выставках. А вот, привет тебе от, там, грузинских художников или армянских художников. Ну, то есть, какие-то такие были скользкие эти, да. Вот, и я сделал, понял, что это так не пойдет. А вот в этой работе, то, что я вам рассказывал, вот оно как раз то, которое... Это шло отсюда. То есть, никакой художник в душе здесь уже не сидел. Это просто я. Все. Здесь абсолютно другой мир. Абсолютно другие отношения. Ландшафт другой. К этому надо было привыкать. Но я не хотел, чтобы поломать очень резко. Ну, нельзя вот так вот. Друг ты вот такой, и на следующий день абсолютно другой. Да? По стилю, по всем этим параметрам. И как бы так оно само по себе получалось, что я стал ездить на пленеры. А пленеры — это когда ты пишешь натурой. Вот ставишь этюдник, холст, и перед тобой натурой. Я абсолютно не понимал, как надо писать море, например, да, кипарисы, море. А море — это знаково для этого места? Да, да. Вот это же как раз и есть вот этот образ Крыма. Через него это можно все красиво, ну, можно сделать очень красивые композиции. И для меня было лет пять, наверное, мучительно, как я должен отнестись к этому крымскому образу. И когда я уже через пленеры вдруг начал нащупывать некоторые вещи, я понял, что можно из этого же моря, кипарисы, создать красивые композиционные элементы. И вот, не знаю, вот как раз вот из таких элементов, вот это, скажем, форос, один из элементов крымских, конечно, я бы в Узбекистане до этого не догадался бы. Ну, не то, чтобы не догадались, просто это было бы не так актуально, наверное. Да, да, не актуально, да, оно бы и не, как бы, звучало бы по-другому. Но это вы же на картине, я правильно понимаю? А? Это вы на картине. Это я на этюды иду, да, это я. Расскажите немножко про эту работу. Ну, это мы в прошлом году были в Форосе. Это, ну, если вы знаете, есть крымская сосна такая. Это эндемик, по сути. Да. И, естественно, это не копия самой сосны, это просто уже как мое отношение к этому, к этой форме. И вот немного вот этих домиков, то есть я, эти домики, они, скажем, были такие, ну, там, кафе, еще что-то такое. Ну, я не стал делать как кафе, а стал писать как бы жизненный, ну, бархатный сезон. Когда люди уехали в осеннее время, отдыхающие уехали, остались жители местные. Ну, тишина, скажем, такой. Ну, вот такой образ у меня получился. То есть из увиденного я сделал композицию. Мой переезд для меня был очень болезнен, потому что, действительно, я, как бы, в Узбекистане много что, я родился там, это, ну, человек, где я родился, там родина, да, считается. Вот там родился, много что увидел, и потом, да, родина отцов, вот Крым. И вот это все для меня было тяжело оставить, и я, вот, как бы, все вез оттуда. Это ваш багаж? Мой багаж. В другой мир, который вот, как земной шар, понимаете? Вот. А женщина вот с птичкой, это же узбекский символ? А женщина — это муза, который там оставил, ну, может, она была самой главной. Ну, то есть женщина — это мой образ творческий. Ну, скажем, которая, что я там думал и что я писал, она осталась там. То есть она вот так стоит и о чем-то так. Ну, то есть я вот как-то вот такие фантазии, не знаю, может. Я понимаю, о чем я. Да. А, в принципе, это автопортрет. Я почти 50 лет там жил. Это большой срок. И это выбросить нельзя никак. А зачем? Да. А не надо. Я просто имею в виду, что, может быть, некоторые-то не понимают, что почему так, а... Скажите, вот, пожалуйста, почему... Ну, вот я вижу у этого Буйвола, но у него безразличные глаза. Безразличные? Да. Ну, я подумал, что он как бы очень сильно задумался. Ну, как будто бы все равно, мне кажется. То есть я не вижу задумчивый взгляд. Ну, может быть, каждый по-своему думает. Ну, да. Я, честно говоря, об этом... Ну, то есть у меня была бы задача, как бы он вот пришел и о чем-то задумался. Ну, потому что, действительно, да, когда же мы приехали... Вот я получил участок, голая земля, да, и я задумался, как мне дальше быть. Ну, я интеллигентный такой художник, сумочка здесь висит, и больше ничего. А здесь грандиозная стройка. То есть, да, хардскил. Я стал задумываться, с чего начать вообще, как это, с колышки или же с гвоздя, с чего. Ну, жизнь такая штука, что обязательно с чего-то начинается, и это глобально вырастает чему-то большому. А не было у вас там мысли переквалифицироваться в Крыму, потому что первое время... Не, вот... Вы в каком году приехали? Вы же рано. Я приехал в 90-м году, семья переехала в 92-м. Я кое-что сделал. Я много лет работал в Москве, 15 лет. Все-таки вот эти годы для меня тоже дали какие-то очень хорошие возможности, и много что я видел. Многие работы там, где я сделал, в Москве, они участвовали во многих выставках всемирного, там, в Европе, там, в Америке. И просто дал, как бы, хорошую пищу для меня, как художника. То есть я стал более конкретнее, что ли, в картинах. Если там у меня впервые узбекский вариант, он был более формальный, абстрактный, ведь искусство. Там трудно было что-то, например, различить, кроме цветовых пятен. А здесь уже пошла конкретика. Ну, то есть вы же тоже смотрите на БК. То есть вы от абстракции к смыслу? Да, ну, не совсем абстракции. Это такая формальная, ну, то есть живопись, где присутствуют какие-то элементы, но они не выражены ярко. То есть идут чисто цветовые пятна. Все. Как больше ощущения, да? Да, через чувства. Там не было графики. Если здесь присутствует графика, да, то там абсолютно. Тогда у меня была сплошная живопись. Ну, просто краска, цвет. Ну, то есть абсолютно такое душевное отношение к холсту. Картины идут след за мыслью художника. Вот сегодня ваши мысли, они о чем? Про что? Ну, если вот так вот взять более обширнее, то, например, даже вот тема депортации, да? Ну, вы, если на выставках были, там не очень об этом художники как бы рассказывают. Дело в том, что мое отношение к этой теме, вот душевно я очень сильно к этому отношусь, переживаю все это самое, но всегда я должен увидеть, что это такое. Например, я не видел, я не участвовал в депортации. Для меня сложно вот это все рассказать. Я могу, но я боюсь, что я буду обманывать, потому что есть вещи, которые не увиденные, сделал как увиденные, понимаете? Я как художник все равно отношусь к этому по-другому. И моя тема, например, как вы сказали, что я хочу сказать? А я хочу сказать обычную земную жизнь, да? То есть через мои какие-то ощущения. Если я увидел какой-то элемент, я ее начинаю связывать с чем-то другим. Ну, вот, например, у меня была такая работа, как «Дама с коляской», да? А это я увидел через окно, когда я строил дом. Зима, и здесь идет женщина, детская коляска, которая на старой, она встала уже не коляской детской, а там просто дрова. Ну, пошла где-то, собрала эти хорст и снег там, и, в общем, топить печку этой самой везет. И я через окно увидел и написал картину на эту тему. Абсолютно я ее трансформировал полностью. То есть, как я его понимал? Я не мог ее сделать копию, потому что я не понимаю этого. Вот ваши картины, они яркие. А как это обстоят дела с вашими снами? Вы их помните? Ну, да, но сейчас таких нет, конечно. Ну, скажем, где-то лет 10 назад часто были такие сны. Но я их не пользовался, то есть не использовал. Почему? Ну, как-то я их не понимал. То есть, я их вижу, но они были и были. А вот так, чтобы взять ее, перенести на холст. Ну, был такой момент, я настолько ее запомнил, этот сон, что думаю, да, я из нее картину сделаю. Но когда я его начал делать, я понял, что это непонятно, что я делаю вообще. Ну, то есть, она никак не связывается с моими, не могу добиться, во-первых, те чувства, которые я видел. Вот, и от этого отказался, от такой мысли, что сны должны быть на холсте. Бывало, там, я ночью проснулся, думаю, о, как красиво. Надо было карандаш с бумагой, чтобы это зафиксировать. Ну, получается, что бумаги нет, карандаша нет, а утром оно ушло, как туман. Вот это конкретно нет. А вот в это время, вот именно проснулся и взял карандаш, бумагу, и там можно зафиксировать, конечно. Ну, яркость, знаете, все-таки я от чего получил вот эту цветовую гамму? Все-таки это солнце, освещенные памятники Узбекистана, вот эти яркие люди, потому что узбекские женщины, они очень ярко одевались, одеваются. И плюс еще яркое солнце, сочетание просто уникальное. То есть ты каким бы там ни был сереньким художником, ты все равно в цвет войдешь, там обязательно цвет будет преобладать. А это вот мы с Амарканда. Это живет, да, я с ним поддерживаю, он в Калининграде сейчас живет, а это Луганский сейчас, переехал Луганский. Он там, да? Да, ну с ним как-то сейчас не очень. Ну, понятно, по понятным причинам. Да, все разбежались. В общем, это наша юность, как говорится. А вы вообще кофе как? Вы сами любите, пьете кофе? Пью каждое утро, но у меня доза, скажем, за целый день две чашки. Больше уже, как бы, ну, проблемы начинаются. А в Узбекистане же вообще кофе не пьют они, как у вас? Узбеки нет. Вы из Узбекистана пьете кофе? Да, у нас же традиция и там была. Это никуда не делалось. Так, здесь это кофе же вообще считается для нас, ну, один из самых главных ритуалов, да? Так, ну вот я налил. Красивое такое получается. А вы спрашивали у, ну, более старших людей, как кофе варили или у вас не было разговора? Ну, я не столько спрашивал, сколько смотрел, как делают. А потом уже, как бы, потом были тоже вопросы, ну, по-всекому. Вот мне очень сильно нравилось, как для Раханом с Евпаторией. Живаль, да, мы там несколько раз были. Она рассказывала, как вообще делал это кофе. Тоже было очень интересно. Думаете, растает? Сто процентов. Да? Вот теперь такой. Посмотрите, как она. А вы посередине поставьте немножко к себе. А вот-вот-вот. К себе немножко больше. Да? Еще-еще-еще тяните к себе. Вот, да, надгорелка. Все отлично, отлично. Стоит? А вот этот способ, которым вы сейчас, ну, сегодня готовите, вы у кого его подсмотрели? Вот это? Это я давно, как бы, еще там с Узбекистана, там мать, как говорила, потом еще другие люди, которые более знающие. Ну, вот, ну, здесь немного по-крымски я не мешал никогда, вот как сейчас, я просто накладывал, а она сама по себе вот так вот происходил процесс. Ну, и так, и так пробовал. Вот, честно говоря, я вот не очень мешаю. Я просто накладываю на холодную воду вот это кофе, и она сама по себе начинает это. Ну, вот я видел один товарищ, как тоже по-своему, это абсолютно, такого я нигде не видел, так, как он готовит. Вот он сам скульптор. У него в мастерской все оборудование, там, газовая, ну, кислородная горелка, знаете, вот она такая. Конечно, да, да, да. И вот он, удивительно, вот он держит джазвир и снизу начинает вот это крутить. И когда пенка начинает подниматься, он отпускает вот эту горелку. И то есть он как будто играется, вот эта пена поднимается, отпускается, и кофе, ну, оно, во-первых, такое насыщенное получается. Я, ну, то есть я вот на таком не могу добиться почему-то. Что-то надо делать, нет? Нет, вы варите, как вы варите. Нет, ну, я вот, честно. Поднимайте, 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 оп, все, отлично, огонь, огонь сильный. Да. Так, все, разливайте, разливайте. Так, здесь две чашки точно получится. Ну, вы его, так, половиньте, то есть. О-о-о. Ну, наверное, так тоже хорошо. Это вот. Вот обратите внимание на цвет, он вообще не испортился, но цвет джезве. Нет. И он будет темнеть. И вот, что главное, она не блестит. Вот обычно, ну, знаете, как обвертка от шоколада. Вот этого я не хотел. А вот когда начинает вот какой-то появляться такая самая, она, во-первых, богаче по цвету становится. Я думаю, еще несколько таких, этих, здесь другой цвет будет. Это курага узбекская. Я, если иду, я спрашиваю, есть турецкая, а есть узбекская. Потому что я почему это делаю? В детстве я таскал это. Если процесс, знаете, какой? Сушение. Там поля, ну, то есть, это поле покрывается полностью саманом. Вот как штукатурка на стенке. Полностью накрывается вот этим саманом. И, а, это кишмиш так делают. То же самое и это. И потом они, казаны кипят. И в этот казан что-то они добавляют. То есть воду добавляют. И, знаете, у них вот такие медные ведра с этим, как сито. И он черпает, вот, например, виноград. Он окунает вот казан кипящие. И оттуда снизу вытекает вода. И мы два человека. Там несколько таких этих ведерок. Это медные. Вот они очень красивые по форме. И вот палка, да, и два человека несут четыре ведра, например, по всему полю. И там человек стоит, ждет. Мы высыпаем ее на саманную поверхность. И он расстилает. Ну, видимо, там в казане есть какой-то элемент, который не дает этому винограду высохнуть совсем. Она становится, ну, как бы... Ну, или испортится тоже не дает. И испортится. Наверное, какой-то элемент химический какой-то есть там. Ну, это было, сейчас помню, ну, скажем, в 60-е годы. То есть технологии это старые, скорее всего. Старые. То же самое, они вот это готовят также. Ну, не знаю, турки как это делают, но узбекские. Ну, вкусно очень, этот курага у них. Знаете? О, да. Вкусно для Веры. Ну, теперь буду знать. Таких древних впечатлений, можно так сказать, потому что я все-таки молодой. Это вот связано с отцом. Отец, он вообще, он очень известный, очень хороший виноделом был в свое время. Вот. И, а с чего это все началось, когда он уже в Узбекистане, там, дали ему несколько гектаров виноградников. Ну, мое детство прошло среди этих виноградов. Я помогал ему собирать, там, какие-то еще обрезания вот этих самых виноградных лозив. Вот. И я помню, когда иногда отец делал для себя вино из этих самых. И комнатка небольшая, там дубовые бочки. И я ребенок еще сколько там, может, 11 лет, 10-11 лет. Я вот резиновые сапоги, корыто дубовые, мешок с этим виноградом. И начинал, как челентано, танцевать. И до трех-четырех часов, а там две бочки стоят, а они уже кипят. Ну, то есть чувствуется аромат вот этого вина молодого. Я уже был пьяный от запаха, просто нюхал ребенка. И вот это до сих пор помню, как сейчас, как будто это происходило. Вот. А второе воспоминание, это когда я с друзьями пошел, это 64-й год, пошел, как бы, дворец пионеров. Мы хотели стать фотографами. Три товарища. Вот. И мы приехали в дворец пионеров. Я когда зашел, а там красиво очень здание, историческое такое. И когда мы вошли в этот главный вход, и там сбоку двери, огромные, высокие двери, и они были открыты. Я смотрю, там сидят дети, рисуют. А я всегда в школе любил сидеть, сидел и рисовал что-то. И когда я это увидел, как они рисуют, я говорю, ребята, я все, я пришел. Я никуда фотографий не пойду. Вот я сюда пойду. Ну, то есть я в ИЗО-студию. Там Антония Васильевна Ларин, это мой первый педагог, который, ну, для меня, в моей профессии, это как мать. То есть она из меня сделала, дала понять вообще истину вот эту. Она вас рассмотрела что-то? Направила, да, направила. Она вам это внушила или раскрыла вас? Вот она, просто она, во-первых, человек, вот когда, мне кажется, что из ее руки, то есть вышли очень интересные художники. Вот она могла повлиять на ребенка и оставить след очень сильный, именно дать любовь к этому искусству, что это, и она осталась на всю жизнь, вот многие художники, которые я сейчас дружу, вот именно эти ученики, этой женщины. И что удивительно, потом, когда я учебное заведение закончил, там абсолютно другой человек преподавал в этом, в ИЗО-студии. И что интересно, после этого педагога никаких не было хороших или вообще никого не было из художников. То есть это тоже... Это один человек? Один человек мог создать это многое зависит. Я не знаю, как она могла это внушить ребенку, вот эту любовь, да? Потому что, наверное, она очень добрый человек была. Просто действительно, она вот такого я человека мало встречал, как Антонина Васильевна, Ларина. И благодаря ее я, наверное, и стал художником. Вот это мне запомнилось очень сильно. И до сих пор я помню очень хорошо. Если мы условно стоим на пороге создания крымско-татарской школы или направления, что это такое? Школа, скорее всего. Школа? Школа, да. То есть оно должно возникнуть, ну, какой-то этап должен пройти. Есть же всякие направления, там, школа, российская школа живописи, да? Там, грузинская школа живописи, еще что-то. То есть они отличаются друг от друга, это все сложилось со временем, это не так просто одним разом, это какое-то поколение, несколько поколений создавали вот этот образ школы, да? И оно начинало, пришло к тому, что вот оно вот есть основа. Вот царьям, например, знаете, такого армянского художника. Вот один из таких примеров. Очень интересные грузинские художники, школа грузинская, очень интересные. Скажем, казахи. Обалденные, просто уникальные работы. А у них, у казахов, у них это новое, новый этап, как у нас. Скорее всего, да. Это все-таки, знаете, история восточных бывших Советского Союза стран, да? Республик, они имели как бы очень скудный такой, то есть художники брали именно мировой, отталкиваясь от мировой школы, итальянская там. Ну, то есть ориентиры были какие-то, да? Да, точка отсчета, да, скажем. Но со временем они потихоньку создавали свою школу. Вот именно казахи, да, и в Узбекистане, просто уникальные художники на сегодняшний день. И вот у них пошел свой почерк. Именно вот узбекский, казахский, киргизский, туркменский. Я знаете, что хотел уточнить? Не то, что почерк это понятно. Я имел в виду, что вот смотрите, у нас есть как бы до и после, да, до депортации, после депортации. У нас есть вот этот вот внешний фактор. У казахов не было выселения. Не было. Но у них искусство было на таком же низком уровне, как у нас. Это не связано с выселением? Нет, не связано. Это просто культура такая была. У них, скажем, если вы знаете, рождение живописи, это все-таки западная Европа, Россия, там вот, например, Рублев. Но не кочевая эта история. Да, нет, это зародилось еще, скажем, чуть ли не пещерного времени. То есть они, даже греки, древняя Греция, Рим, в основном там были, конечно, формы, скульптуры, рельефы. И потом на рельефах пошли цветные элементы. С усложнением. Да, да, то есть форма связана с цветом. И потом дальше пошло уже как бы отдельно настенная живопись. Джота, Микеланджело, там, Рафаэль. То есть они расписывали стены и параллельно создавали огромнейшие полотна. То есть это зародилось уже 500-600 лет, даже 700 лет назад, вот, истинно, живописные полотна. Вот, и оно развивалось и пришло в Россию. Потом Восток в этом отношении, он больше преобладал вот такой декоративный элемент, ну, скажем, как миниатюры, как росписи дворцов, йолика. Многие влияния религии тоже, как бы ислам. Обязательно влияние религии, там многое, что запрещалось, вы знаете, да? И вот, и уже эпоху, современную эпоху, современную, вот, в наше время, это стало, как бы, и для Востока, ну, возможности художника раскрывать полном объеме свои какие-то возможности, как художник выявить себя. И автоматически все эти, вот, например, Советские республики, Казахстан, там, скажем, Центральная Азия, да? И вот они подключились к этому процессу. Процессу. И вот они развиваются и очень успешно развиваются. Когда крымские татары жили в Узбекистане, Казахстане, в местах ссылки, у них была одна общая идея возвращения Крым, в Крым. То есть это была национальная идея, которую все обсуждали. Да. Как вы думаете, вот сегодня наша общая национальная идея, она в чем? Я думаю, наша цель это все-таки, ну, не знаю, остаться этим народом, не терять свою культуру, особенно культуру, язык, и, как бы, в будущем, и детей, чтобы они имели вот это возможности, не терять вот это, потому что, действительно, нас не так много, а все-таки среда делает так, что, наверное, язык исчезает, культура в некоторых моментах исчезает. Ну, это, к сожалению, так получается. Я не знаю, почему. Ну, я как художник пытаюсь что-то такое, скажем, сделать, то, которое напоминало, что мы все-таки Крым-Статары. Культура, она никуда не уходит. Я вот заметил, там, писатели, поэты, они, наоборот, всегда пытаются восстановить тот язык, который он был, и ее не терять. Ну, со стороны политической я не могу немного понять. Я не политик, поэтому, как художник, ну, видимо, какие-то чувства здесь больше преобладают, чем какие-то действия, понимаете? Вот в ваших последних работах у вас больше эмоция или смысл в работах? А все вместе, смысл и эмоции, там, смысл, оно такое идет индивидуальное, личное такое отношение, которое, может быть, оно не касается вот каких-то острых моментов, то есть оно непридуманное. Вот для меня это любовь к Крыму, да, как я его люблю. Вот лично я его очень сильно люблю. Вот за эти 35 лет я его действительно воспринимаю в такое ощущение, что я всегда жил здесь. Видимо, это корни отца, матери, да, это тоже остается как бы во мне, и чувствую себя, как будто я всегда живу. И вот без всяких каких-то, знаете, если в моих картинах нет вот этого надуманного или что-то... Притянутого? Да, как будто бы что-то надо сделать, кому-то что-то сделать. А вот это мой мир, и все. Вот на выставках, я помню, человек, она была из Швейцарии, у меня выставка, и она сказала, говорит, вот эта картина, там у меня полет, белый город называется, и полет, ну, то есть фигурки такие в полете. И она сказала, говорит, я долго стою над этой картиной, потом я на следующий день снова пришла к этой работе. И, говорит, ну, знаете, я хочу ее приобрести, а картина большая, а она никак, потому что очень много красок, если ее снять и завернуть, это будет трескаться. Ну, очень проблемно. Она говорит, я хочу, как хотите это, упакуйте мне, и я увезу ее туда, в Швейцарию. Я говорю, ну, вы можете другую работу выбрать? Там еще нет именно вот этой работы. А я говорю, почему? А она говорит, а эта работа меня лечит. Ну, то есть я, когда смотрю на эту работу, у меня ощущение, что у меня все хорошо. Ей легко становится от этого. И вот она все-таки, я каким-то образом смог это упаковать, и она увезла туда в Швейцарию. Ну, в общем, что я хочу сказать, что вот энергетика от картины должна какая-то быть обязательно. Если нет там, как доска, пустой, ну, поверхность, да, ну, сами понимаете, что это такое. Это натюрморт написан с натуры. Это мы были, мы обхоз, «Солнечная долина», знаете, да? Да, да, да. Вот, там в гостях, и когда увидели вот это качество, и потом посуду, это все чисто, у него это не этнографическое, чисто музейные вещи, и попросили, чтобы он на свой этот сам балкончик такой. Ну, здесь так и получилось. Да, и вот, вот, да, и вот, а? Да, 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 да. Там же горная местность, осенью. Ну, там деревья были, я не стал эти деревья делать, но далеки домики, и я, ну, чуть-чуть своего добавил. Прямо каждый период год он по-своему красивый. Примерно мы можем сказать, что 20 лет идет ваше преобразование. Да, да, ну, это еще идет, до сих пор идет. Да, 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 да.